Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. На улицах появятся теплые остановки, а заводское шоссе преобразится, о чем еще шла речь на личном приеме у главы города. Дело на 60 миллионов рублей. Две новокуйбышевские фирмы пытались присвоить деньги фонда капремонта. И днем, и ночью коммунальщики освобождают Самару от снежного плена. Сделано в Самаре, упаковано в индийское. Фирма готова поставлять в регион оборудование и упаковочные материалы для сельского хозяйства. Время деньги. Во сколько обойдется час простой трамваев автомобилистам, столкнувшимся на рельсах? Современная широкополосная дорога с велодорожками. Таким станет заводское шоссе в Самаре. Ремонт первого участка завершат уже следующим летом. Рядом с самарскими заводами могут появиться и первые теплые остановки общественного транспорта. Этот вопрос обсуждался на личном приеме у главы города. Марина Кравцова узнала, что волнует горожан. Заводское шоссе начнет преображаться уже в следующем году. Дорогу расширят, появиться здесь должны и велодорожки. Этого ремонта очень ждут сотрудники многих самарских предприятий. К тому же новое шоссе повысит и инвестиционную привлекательность Самары. Реконструкция первого участка от Авроры до 22-го партиеза уже началась. В этом году там перенос коммуникаций, в следующем 177 миллионов рублей уделяется. И мы конкурс объявили на конкурцию второго этапа заводского шоссе. Будет современная улица, шерстополосная, с хорошим освещением, с лимоновой канализацией. Вопрос комфортного пути на работу для заводчан обсуждали на личном приеме главы Самары. Сотрудников авиаагрегата волнует состояние остановок общественного транспорта в Юнгородке. Одну в Костромском переулке уже привели в порядок. Но павильон старый, его необходимо менять. Возможно, здесь появится современный теплый павильон. Самое главное количество людей работает, собственно, в классе технологий этих предприятий. Они должны, люди, чувствовать в себе нормальные условия и чувствовать завод со стороны города и района. А вот вокруг другой остановки Наземица нужно отремонтировать дорогу. И хорошо, люди благодарны, что положили в прошлом году. Это вдоль заводского шоссе, вот как идет эта трасса, положили асфальт. Это чисто, все хорошо, в ноги ее положили строго. Вот я прохожу железные дороги, где начинается вот этот участок, где не сделано вот это, в который я прошу это ремонт сделать, асфальтовое покрытие. В ближайшее время там проведут аварийно-ямочный ремонт по специальной технологии, которая позволяет делать это и при минусовых температурах. Весной продолжат ремонт. Особый контроль установят из-за содержания мостановок, уборкой снега. А вот жители Приволжского микрорайона уверяют, с транспортом проблем нет. И дороги в этом году привели в порядок. Отремонтировали внутриквартальную дорогу вдоль 94-го дома. Отремонтировали тротуарную пешеходную дорогу. Вот. Ну и восстановили нам парковку. Обратились активисты с вопросом развития небольшого сквера на улице Георгия Димитрова. После ремонта трубопровода место отдыха восстановили, но жители просят продолжить благоустройство. Установить дополнительные лавочки, посадить деревья и сделать новую детскую площадку. Эти работы поручено провести районным властям, в том числе предложить варианты размещения детской площадки. И сделать новое покрытие на спортплощадке в соседнем дворе. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Что им снег из-за сильных метелей, самарские коммунальщики работают практически круглосуточно. Дороги, тротуары и дворы от последствий стихии очищают сотни человек и единиц спецтехники. С начала первых метелей уже вывезли десятки тонн снега. Как заваленные сугробами дороги превращаются в расчищенные улицы, увидели наши корреспонденты. Небольшой трактор набирает полный ковш снега, ловко разворачивается на маленьком пятачке и отвозит свой груз подальше от подъездов. Тесный двор в переулке Репина добавляет коммунальщикам сложности. Не вся техника может сюда заехать, поэтому трудятся здесь в основном вручную. Для нас снег не стал неожиданностью. Мы работаем в штатном режиме. Выходим где-то при больших снегопадах, выходим в 4 утра. Работаем две смены до обеда и выходим в 4 и до ночи. Мы убираем снег силами дворников, которые у нас на линии 42 человека по штату и 4 единицы техники. В прошлом году в дом на переулке Репина взамен прежней пришла муниципальная управляющая компания «Жилсервис». Жители сразу заметили позитивные изменения. С утра, да, постоянно вижу то, что дворники работают, что-то делают. Раньше такого не было. То есть раньше это все, ну, своими силами обходились. То есть лопаты. Сейчас трактор приезжает. К своей управляющей компании много вопросов у жителей Куйбышевского района. Говорят, дворы чистят, но не всегда своевременно. Вчера, например, вообще нельзя было пройти, во дворе нельзя было пройти, а с коляской тем более. И проезжую часть, и пешеходные дорожки, вчера были все в снегу. На борьбу с последствиями стихии привлечены дополнительные силы, техника и люди. Работу управляющих компаний контролируют административные комиссии, а также районные и городские власти. В темное время суток на Самарские улицы выезжают полторы сотни единиц спецтехники. Именно ночью приводят в порядок большую часть улиц, в том числе Ленинградскую. Здесь расчищают пешеходный участок. Городские службы убирают снег с проезжей части тротуаров и около остановок. Работают как конвейер, ночью разгребают остатки завалов, к утру их вывозят. От белого покрывала освобожден уже почти весь город. В настоящее время предприятие осуществляет уборку территории, которой в процессе механизированной уборки не предоставилось возможности убрать. Это места, которые были припаркованы транспортом, которые остались еще в городе. То есть на данных участках машины потихоньку люди убирают, и предприятию приходится возвращаться на данные улицы и за ними уже почищать снег, убирать его с проезжей части. С начала первых метелей с самарских улиц вывезли почти 30 тонн снега. По прогнозам синоптиков, к выходным осадки снова накроют город. Все службы снижать темпы работ не будут. Алина Чемерис, Олег Зверев, Григорий Плешаков, Станислав Левин. События. Уборка Самары волнует и депутатов Гордумы. На рабочем совещании ребром встал вопрос, почему далеко не все управляющие компании справляются со своими обязанностями. В частности, речь шла о дворах, где растут снежные горы, которые весной превращаются в лужи и грязь. Почему так происходит, выяснила Марианна Мирная. Во время снегопадов дворники и механизированная техника должны работать без выходных, уверен первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. На рабочем совещании в Гордуме он рассказывает депутатам о том, как в снежные дни убирали дороги, тротуары, внутриквартальные проезды. Без хозных территорий в Самаре быть не должно. Это сегодня даже сфера де-юре не отрегулирована, но отвечать должна управляющая компания, где частный сектор. Никто не платит деньги, но надо чистить, там живут люди. Вот эта ситуация сегодня, именно позиция главы города в этом вопросе. Разделение ответственности за уборку территорий – острый вопрос. Управляющие компании не хотят браться за те участки, которые официально к ним не относятся. Да и по закону вывоз снега из дворов не является обязательным. Но огромные сугробы выше человеческого роста мешают жителям и затрудняют движение. И когда у нас с коляской, с детской женщиной не может перейти вал, который сделали, это что, нормально? И ей все равно, ваше это полномочия или не ваше. Депутаты уверены, управляющие компании должны работать в тесном контакте с жителями. Мы с вами видим о том, что жители более внимательно сегодня относятся ко всем проблемам, которые у них возникают в доме, во дворе, в районе. И они тоже хотят принимать участие в этом. А если они хотят принимать участие в этом, конечно же, они идут к районным депутатам. Эта тема остается на контроле. Мы будем постоянно работать. Контроль за коммунальными организациями будет жестким. И работать спустя рукава им не позволят. О нарушениях со стороны управляющих организаций жители могут сообщать напрямую районным депутатам. А те, в свою очередь, озвучивать и решать эти проблемы на заседаниях городской думы. Мариана Мирная, Василий Колдашов. События. В канун Дня Героев Отечества в Самаре почтили память тех, кто не вернулся с полей сражений. На площади славы ветераны, участники военно-патриотических клубов и студенты возложили цветы к вечному огню. 258 Героев Советского Союза, 41 Полный Кавалер Ордена Славы и 312 Героев Социалистического Труда. Все они родом из Самарской области. Сегодня порядка 150 школ носят их имена. Героизм этих людей – хороший пример для молодого поколения. После акции памяти на встрече с губернатором ветераны обсудили итоги уходящего года. В этом году указом президента Самаре присвоено звание «Город трудовой и боевой славы». Это увековечивает огромный вклад жителей города в Великую Победу. Мы должны помнить и живых, помнить и тех, которые ушли из жизни, и сделать все, чтобы память об этих людях была вечной. Мы на будущий год, в 2017 году завершим «Аллею славы». Я думаю, тоже аллею, которая позволит и гордиться тем, что в целом там сделано, и гордиться тем, какая у нас история. Гордиться теми людьми, которые эту историю делали. В Самаре подходит к финишу судебный процесс над бизнесменами, которые пытались обмануть региональный фонд капремонта. Речь идет об ущербе в десятки миллионов рублей. Дело рассматривается в промышленном районном суде. Детали у Андрея Горгуленко. Больше трех месяцев продолжаются слушания по делу о охищении свыше 60 миллионов рублей за балластного бюджета. Подрядная организация «Алгоритм» и «Оверхоллстроймаркет» в 2013 и 2014 году заключили контракты на установку приборов учета в домах города Новокуйбышевск. Деньги из фонда капитального ремонта компании получили, но работы так и не выполнили. Денежные средства были получены и перечислены с денежного счета подсудимых, которые были оформлены в банке на территории промышленного района. Поэтому, соответственно, по месту окончания преступного деяния, по факту политики распоряжения денежными средствами, принято решение направления рассмотрения в суд по существу промышленного района. По делу опросили более 60 свидетелей. Сегодняшнее заседание, на котором прошли премия сторон, стало 12-м по счету. На следующем, 26 декабря, планируется последнее слово обвиняемых и вынесение приговора. В случае, если вина подсудимых будет доказана, владельцы фирм Разливанова и Варфоломееву ждет до 10 лет лишения свободы. Мы будем следить за развитием дела. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Далее, коротко о других темах дня. В Курумаче из-за неадекватного пассажира самолет совершил незапланированную посадку. Это произошло в ночь на четверг 8 декабря. Вынужденную посадку совершил самолет Аэрбас А319, следовавший по маршруту Киев-Алма-Ата. На борту воздушного судна находилось 50 пассажиров и 6 членов экипажа. Посадка проводилась из-за неадекватного поведения 33-летнего пассажира, уроженца Республики Узбекистан, проживающего в Казахстане. Он был снят с рейса и передан сотрудникам транспортной полиции. В 4.45 после дозаправки воздушное судно вылетело по своему маршруту. В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного. Трагедия произошла 28 сентября этого года. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Самарской области, в этот день в родильное отделение стационара Медгард поступила 32-летняя женщина. В этот же день она родила ребенка, который умер, несмотря на все попытки реанимировать его. По версии следствия, смерть ребенка наступила по неосторожности в связи с оказанием ему некачественной медицинской помощи. По данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело. Из-за коммунальной аварии поселок Управленческий сегодня останется без холодной воды. Порыв трубы диаметром 300 мм произошел здесь накануне. Его последствия устранять начали сегодня с 9 часов утра. На время ремонта краны пересохнут в домах на улицах Коптевская, Кузнецова, Крайняя и Миргородская. Кроме того, некоторые многоквартирные здания и частный сектор обесточат. Бойлеры с питьевой водой будут стоять по адресам улица Кузнецова 7 и улица Крайней 13. Когда завершатся работы и коммунальный благо вернется в квартиры, пока не сообщается. Из Самары в Рождествено будут курсировать суда на воздушной подушке. Движение открывается с сегодняшнего дня. Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, из-за неполного ледостава Волги пассажиры будут перевозиться только в светлое время суток. Информацию об изменениях в расписании и о фактическом движении судов можно узнать в справочной службе речного вокзала по телефону 222-93-37. Появилась карта, место установки камер видеофиксации на дорогах Самары. Ранее появятся на проспекте Кирова улица Кнового вокзальной Победы Гагарина. Всего планируется установить 53 новых комплекса. На это потратят 100 миллионов рублей. Зерно в обменной технологией и папайю. Сегодня в Самаре обсуждали перспективы сотрудничества между аграрным комплексом региона и коммерсантами из Индии. Самарские сельхозпредприятия могут поставлять на южный полуостров продовольствие, а индийская компания создавать в 63-м регионе перерабатывающие производства и ввозить экзотические фрукты. В областной Минсельхоз за подробностями отправился Олег Зверев. Индии заинтересованы в поставках зерна из России. Население этого государства больше миллиарда человека. Для реализации продовольственной программы продуктов необходимо много. В то же время в Самарскую область могут прийти технологии Сандастана. В частности, сегодня речь шла о поставках оборудования для глубокой переработки и упаковки сельхозпродукции. Вы сами знаете, что население Индии большое и не хватает всей этой культуры, которую мы готовы закупать и даже на контрактной основе выращивать у вас. Мы можем от себя, потому что наша компания еще занимается поставкой заводов под ключ по переработку сельхозпродукции, в том числе и глубокой переработки шиницы, кукурузы, соевых культур. Индийская делегация заявляет о готовности инвестировать от 5 до 100 миллионов долларов в самарские предприятия. Индия – стратегический партнер России. Свои проекты реализуют уже во многих регионах, в том числе и в Самарской области. Наше предприятие заинтересовано в расширении сотрудничества, поскольку это открывает перед ними не только новые технологические решения, но и дополнительно огромный рынок сбыта. Для нас чрезвычайно важный интерес такой крупной страны, как Индия – это стратегический партнер для Российской Федерации. И поэтому налаживание долговременных, взаимовыгодных условий для сотрудничества между Россией и Индией является для нас стратегическим приоритетом, как на федеральном, так и на региональном уровне. Сегодня прошли переговоры инвесторов с представителями самарского бизнеса, обсуждали строительство птицефабрики, свиноводческого комплекса, двух молочных ферм и нового перерабатывающего завода. И все это с участием индийского капитала и технологии ноу-хау. Кроме того, из Индии на самарский рынок могут быть организованы поставки экзотических продуктов, выращенных в условиях субокваториального климата. Олег Зверев, Станислав Левин, События. Россияне не планируют экономить на праздновании Нового года и Рождества. Сколько в среднем потратит каждая семья, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Сначала о главном. Нефть сегодня понемногу прибавляет в цене. За один баррель дает 53 доллара 30 центов. На валютном рынке снижение. Курс на 9 декабря. Доллар 63 рубля 39 копеек, евро 68 рублей 24 копейки. Золото стоит 2406 рублей, серебро 34 рубля 50 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллару можно было купить за 65 рублей 16 копеек, дороже всего продать за 62 рубля 4 копейки. Россия вышла в лидеры туристического осеннего сезона и занимает второе место рейтинга, уступив Таиланду. В топ-5 попали еще Индия, Вьетнам и Турция. Россияне не планируют экономить на празднование Нового года и Рождества. Следует из исследований потребительских расходов. На праздничный стол подарки и досуг потратят в среднем 16 900 рублей. Это на 2% больше, чем в прошлом году. И сразу после праздников, подарок для тех, кому за 60, Почта России доставит единовременную выплату 15 миллионам пенсионеров. Почтальоны принесут ее вместе с январской пенсией, начиная с 13 числа. На этом все. Удачи в делах! Время – деньги. Каждый день в этом убеждаются работники Самарского общественного транспорта. Из-за ДТП на трамвайных путях предприятие теряет миллионы, а пассажиры – время. Госавтоинспекция обращает внимание автоводителей, что за простой вагон вплатить будут именно они. Во сколько может обойти сейчас не работа трамвая виновнику ДТП, узнала Марина Матвейшина. Автомобили стоят на рельсах в обе стороны вереницы из трамваев. Картина живописная, но для Самары уже привычная. ДТП на трамвайных путях – дело обычное. Но относиться к нему философски все равно не получается. Пассажиры негодуют. Мне приходится ехать в час пик, когда все набиваются, грубо говоря, как сельди в бочке. И вот представьте себе состояние. Ты стоишь или висишь. И тут такая новость. Товарищи пассажиры, мы дальше не поедем, потому что там случилась авария. И, грубо говоря, потерянное время, и приходится понервничать. Понервничать такие ситуации заставляют не только пассажиров, но и работников общественного транспорта. Любая задержка на путях бьет по карману ни в чем не повинных водителей и кондуктора. Их зарплата напрямую зависит от количества перевезенных пассажиров. В конечном итоге простой трамваев – это и убыток для всего предприятия. Бывает даже минут 10, от 10 до полтора часа можем простоять. За день может быть даже по 3-4 аварии. То есть только в одном месте ты уехал, можешь встать тут же в другую аварию. Мы теряем выручку, мы теряем рейсы. Во-первых, стоим мы, делаем простой. И жалко пассажиров. Все-таки сейчас уже не май месяц, на улице холодно. В этом году на трамвайных путях произошло почти 130 аварий. И все они не по вине пассажирского транспорта. Из-за ДТП на рельсах трамваи простояли в общей сложности почти 185 часов. Есть у нас в правилах дорожного движения пункт 26, который регламентирует, как нужно разъезжать от случаев ДТП, когда мешает другому транспорту. Нужно быстренько все оформить, зарисовать, фотографировать, отъехать в сторону и ждать прибытия полиции. Всего лишь навсего. Чтобы автомобилисты знали, что они держат не только себя, они держат трамвай, держат пассажиров наших. И, естественно, это бьет по их же карману. Потому что трамвай, простой трамвай – это очень дорогостоящее дело. Средний размер выплаты за простой трамвай для автолюбителей – от 8 до 10 тысяч рублей. В этом году в общей сложности за такое нарушение водителям авто пришлось заплатить почти миллион 100 тысяч рублей. И цифры не окончательные. Еще десятки исков находятся на рассмотрении. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Добраться в аэропорт, поликлинику, театр или библиотеку для людей с ограниченными возможностями здоровья в Самаре – это не проблема. С начала года в городе работает проект «Социальное такси». Специально оборудованные машины могут перевозить колясочников в любую точку города. В сердце работы социальной транспортной службы побывала Лариса Шалафаст. Колл-центр социального такси. Добрый день. Работа в колл-центре социального такси не останавливается ни на минуту. Шесть человек трудятся в три смены, принимают заказы на поездки, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли добраться в любую точку города с комфортом. В социальной службе такси нет и годы, но популярность растет день ото дня. За три месяца поступило почти 7 тысяч заявок. В сентябре месяц 50, ну максимум 70 заявок оформляли мы на день. Ну на сегодняшний день уже 160 заявок в день – это рекорд у нас. Все заявки специалисты вносят в компьютерную программу. Обратившемуся достаточно только назвать имя и фамилию. Программа по базе данных сама определит, на какую льготу может рассчитывать человек. Бесплатно воспользоваться социальным такси могут участники Великой Отечественной войны, инвалиды первой группы, а также инвалиды первой и второй группы, которые находятся на амбулаторном гемодиализе. Для остальных категорий поездка обойдется в 30 рублей. Самара – один из немногих городов в стране, где созданы условия для поездок инвалидов-колясочников. Проект разработан в Департаменте социальной поддержки и защиты населения. Такое количество благодарности, как мы получили за вот эти три месяца, я никогда не получала. Это ведь о чем говорит? О том, что мы правильно нашли болевую точку для инвалидов, правильно ее решили. По мере того, как будет пользоваться, мы будем решать, потому что глава города поставил задачу, что вот раз это так востребовано, это нужно, и мы будем это делать. Воспользоваться услугой можно 10 раз в месяц. Чтобы оставить заявку на поездку, нужно за три дня до нее позвонить в колл-центр по телефону 250-03-50. Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков, События. Политех сам ГТУ на своем поле разгромил Сыктывкарскую Нику в чемпионате женской футбольной суперлиги с двойным преимуществом в счете. Сергей Кизоркин разложит игру по полочкам. Баскетболистки Политеха на родном паркете спорткомплекса СамГТУ разгромили Нику из Сыктывкара в чемпионате суперлиги с неприличной разницей в счете 88-44. Хотя начало матча не предвещало такого грандиозного успеха, первая четверть прошла на равных, однако Политех вырвался вперед 16-11. Во втором периоде Ника потеряла нить игры и сумела заработать всего лишь 6 очков против 22 у хозяек площадки. Мы имеем 20 очков к перерыву, но это опять же не гарантирует победы, потому что соперник, он опытный соперник, хоть она, эта команда недавно вернулась в состав суперлиги-1. И поэтому не расслабляться ни на секунду нельзя. Набирать победные очки самарская команда уверенно продолжала и в третьей четверти, а у Ники совсем опустились руки. Мяч предательский не залетал в корзину, в итоге гости заработали всего лишь 5 очков. В финале команда из Сыктывкара как будто проснулась и набрала столько же очков, 22, как за все предыдущие три четверти. Но этот штурм не повлиял на окончательный результат матча. Сокрушительная победа политеха 88-44. Мы играли от защиты, у нас многие моменты получились, играли в удовольствие, все получилось, счет говорит сам за себя. Приятно было играть, все боролись друг за друга. Это, наверное, самая выдающаяся победа из такой большой разницы. Политех сам ГТУ после домашней победы закрепился на четвертом месте суперлиги. Лидер Курская Динамо. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Подписывайтесь на Самара ГИС и смотрите все самое интересное. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok